МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часовые на посту. В Чебоксарах стартовала общественная патриотическая акция «Часовое у знамени Победы». Скажи «нет» алкоголю. Столичные чиновники проверили работу чебоксарских кафе. Движение «Жизнь» в Министерстве физической культуры и спорта Чувашии подвели итоги прошлого года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня встретился с работниками ДСК «Честер». Комбинат входит в состав ООО «Честер Инвест». О перспективах и планах компании узнала и наша съемочная группа. Честер Инвест – одна из немногих строительных компаний города Чебоксары, которая не только строит новые жилые дома, но и сама производит железобетонные изделия для крупнопанельного домостроения на собственном предприятии. Это сокращает время закупок и позволяет ускорять темпы возведения домов. Глава республики познакомился с технологиями производства строительных изделий на разных этапах. «Дальнейшая работа – увеличивать покупательский спрос на рынке. Для этого органы власти должны создавать благоприятную среду. Вот решение на уровне правительства Российской Федерации приняли 20 миллиардов рублей выделить для ипотечного кредитования. Покупательский спрос пойдет, тогда и квартиры будут продаваться». ДСК «Честер» производит большой спектр железобетонных изделий для строительства жилых домов. Его продукция востребована на местном рынке. О качестве изделий знают и соседи в республике Мариэл и Ульяновской области. Оттуда поступает немало заказов на продукцию домостроительного комбината. «Задача сегодня какая? Цены растут, но мы должны не настолько повышать цены. Для этого мы используем различные добавки, чтобы наш бетон был дешевле, чтобы наши конструкции были дешевле». Компания «Честер Инвест» входит в десятку крупнейших строительных компаний «Чувашия». Из железобетонных изделий ДСК «Честер» уже возведены дома по улице Рождественского в столице республики. В планах компании начать застройку еще нескольких подобных микрорайонов. Ведь строительство жилья эконом-класса признано приоритетным направлением в стройиндустрии республики. В ходе мероприятия глава «Чувашии» также ответил на многочисленные вопросы работников компании. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Предоставление государственных и муниципальных услуг – одно из важнейших направлений работы органов власти. Причем как с точки зрения эффективности взаимодействия с населением, так и с точки зрения коррупциогенности. К сожалению, народная мудрость – не подмажешь, не поедешь. Слишком хорошо знакомы и чиновникам, и тем, кто с ними общается. Свести личные контакты до минимума, а эффективность повысить до максимума. Призваны многофункциональные центры. Исключение фактов коррупции – одна из главных предпосылок организации службы одного окна. Задача – минимизировать общение граждан с чиновниками. Я не стала бы говорить, что до создания МФЦ коррупция у нас в республике была уж таких прям угрожающих размеров. Но, тем не менее, конечно, факты материального стимулирования государственных и муниципальных служащих, они присутствовали по предоставлению разрешительных документов, при той же постановке в очередь на жилье, в детские сады, при предоставлении различных форм государственной поддержки. И вот хотела бы я тоже отметить, что в результате опросов населения, в результате опросов получателей государственных услуг можно констатировать, что уровень коррупциогенности, который они оценивают, снизился у нас в республике с 7,6% в 2012 году до 4,5% по итогам 2014 года. Уровень коррупциогенности Минэкономразвития оценивает по итогам соцопросов. Критерий один – удельный вес случаев материального поощрения чиновников за оказанные услуги в общем количестве обращений. Специалисты, работающие в МФЦ, не являются ни государственными, ни муниципальными служащими. Анатолий Немцев, подобно многим молодым людям, разослал резюме в разные организации «Взялись сюда». Говорит, что работа нравится, хотя простой и легкой ее не назовешь. Нравится коллективу хорошим, удобное место работы. Как вы можете видеть, каждая у нас кабинка для отдельного человека сделана, нет такого у нас проходной. Спокойно со всеми людьми можно разговаривать. При необходимости, пожалуйста, есть видеофиксация, голосовая фиксация любых разговоров. Любой вопрос всегда можно будет решить. Не стоит забывать и о другой цели службы одного окна – максимальное снижение физической и моральной нагрузки для граждан, обращающихся за услугами. Во-первых, не надо бегать по разным инстанциям и собирать большое количество справок. Во-вторых, стоять в очередях в коридорах власти попросту неудобно. МФЦ же строились специально для того, чтобы заявители получали услуги в нормальных условиях. Многофункциональный центр на улице Ленинградской в Чебоксарах – самый большой из всех в Чувашии. Именно на него приходится самая большая нагрузка, хотя на первый взгляд и не скажешь. Днем на этажах немноголюдно. После пяти вечера посетителей станет гораздо больше. Но даже в этом случае время ожидания увеличивается ненамного. Работа по сокращению времени ожидания в очереди ведется постоянно. В прошедшем году мы открыли филиал в здании ДК «Салют». Открыли четыре окна в здании Сбербанка. Работа эта продолжается. Нынче объявлен конкурс. Проводится рассмотрение заявок поданных по строительству филиала в Новоюжном районе, недалеко от ДК «Тракторостроителей». Поэтому, будем говорить, наши мощности – это окно, рабочее окно. И этих окон к концу 2015 года, ну, может быть, начало 2016 года будет в два раза больше. Посетители, ради которых все это делалось и делается, усилия властей оценили. К услугам МФЦ люди прибегают в совершенно разных случаях. А результат, как правило, одинаковый. Быстрое и спокойное решение вопроса. «Часто обращаемся. У меня родился ребенок недавно. И я тут и в садик встаивала, и пособие все оформляла. Сейчас пришла продлевать пособие. Ну, и в будущем, надеюсь, так уж очень нравится. Ввиду того, что я профессиональный риэлтор, поэтому очень часто, в неделю, несколько раз. Причем по самым разным вопросам. Сроки здесь еще более удобные и выгодные, чем в основных регистрирующих органах. То есть они действительно еще и короче. Очереди меньше. Помимо увеличения количества окон, МФЦ ведет планомерную работу по расширению перечни оказываемых услуг. На сегодня их 186, но может быть вдвое больше. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В России проходит общественная патриотическая акция «Часовое у знамени Победы». В Чебоксарах первый почетный караул встал у знамени во Дворце детского и юнорского творчества. 1 мая 1945 года советские солдаты установили над Рейхстагом Берлина штурмовой флаг. С тех пор красное знамя с золотой звездой, серпом и молотом стало официальным символом победы над фашизмом. В этом году у всех образовательных учреждений появилась возможность отстоять в почетном карауле у знамени Победы. Копию реликвии передали ребятам в рамках акции. Я очень рада тому, что участвую на сегодняшнем мероприятии. Для меня это очень большая честь. В этом году на параде 9 мая я буду участвовать в первый раз. Мне, конечно, очень страшно, но я думаю, что я справлюсь. Очень рада этому, что меня выбрали. От имени всех школьников в Чувашии копию знамени Победы получили сегодня учащиеся детской полицейской академии и кадетских классов. До 9 мая акция пройдет во всех школах, средне-специальных и высших учебных заведениях Республики, чтобы дать каждому подростку возможность стать часовым у знамени Победы. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Им было не больше 10 лет. Они ходили в школу, играли, были обычными детьми. Но 22 июня 1941 года пришлось повзрослеть. В преддверии 70-летия Великой Победы чебоксарские школьники встретились с теми, чье детство пришлось на годы войны. Ровно за неделю до начала войны Елене Ильиничне исполнилось 9 лет. Столько же, сколько сейчас этим ребятам. У нас папа ушел на фронт, мама сразу пошла работать. Нас в семье трое детей, я старшая. На этом мое детство кончилось. Детства больше у нас не было. Потому что надо было и школу, и надо было дома, и надо было чем-то накормить детей. А матери с утра до ночи на работе. Им некогда. Они приходили, мы спим. Они уходили, мы спим. Они не видели детей. Ну как это, поплачут, а мне опять идут. Елене Сергеевне в июне 41-го было всего два года. Как началась война, она, конечно, не помнит. Но впереди было четыре долгих года, за которые она успела почувствовать, что это такое. Каждого почтальона встречали, пытались это что-то получить. Я даже рассказывала такой случай, что я настолько была отцу дорога, что пришло письмо в сельский совет на имя Касаткина Нины Сергеевнин. И входили в деревню и искали эту даму. Похоронка пришла, а после этого стали ходить снова письма. Оказывается, было ошибочно. А вот вторая похоронка пришла уже. И позже в похоронке прочитала, что отец погиб в день моего рождения. И вот все время думаю, как же вот он вспомнил в этот день или нет. В семье Александра Евсихеева было 10 детей, он самый младший. Четверо братьев и сестер ушли на фронт. Вернулись только двое. У нас в деревне ни электричества, ни радио тогда не было. Телефон, единственный аппарат был у председателя колхоза в кабинете. А там находился круглосуточно дежурный курьер, исполнитель называли его. Значит, вот утром позвонили из района, что война началась. И он пошел по деревне, по всех. Ну, кто спал еще, кто уже не спал, постучался в окна и объявлял. Германия напала на нас, началась война. Потом начали уходить уже мужчин, мобилизовать, вызывают одного, другого в военкомат. И каждый день провожание в армии тогда с песнями, прямо с плачем. На смерть же идут люди, на смерть. Как тут не плакать? Маленький был еще, все равно мы в колхозе работали. Мы посильную работу исполняли. Сначала нас, матери, брали с собой на прополку, зерновых или других таможенных культур. Потом во время уборки убирать хлеб, серпами жали. У меня тут рубцы еще на пальцах до сих пор есть, порезы. Серпами жали. Даже для нас, для детей, специально маленькие серпы были. Колхоз закупал где-то там. У всех свои истории, рассказывая их, нынешним школьникам дети войны желают одного, чтобы никому больше не пришлось пережить такое детство. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах началось комплектование детских садов на 2015 год. Напомним, дошкольные образовательные учреждения у нас закреплены за конкретными территориями и преимущественное право на посещение имеют дети по месту жительства. До 15 апреля руководители детских садов должны представить в отдел учета сведения о количестве свободных мест. Затем в течение месяца специалисты отдела сформируют списки детей из числа очередников и уведомят об этом родителей. Тем, в свою очередь, необходимо до 29 мая принести документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания на территории, закрепленной за садиком. Значит, учитывается возраст ребенка в этом году, планируется отправить всех детей 12-го года рождения и льготную категорию граждан 2013 года рождения, рожденных до 1 сентября. Общее количество детей, это более 6 тысяч, планируется направить. Сады у нас полностью укомплектованы. Планируется направить 5-700 за счет выпуска детей, также за счет строительства трех новых детских садов, которые планируются открыть в 2015 году. Дата поступления ребенка в детский сад – 1 июня. Тем ребятишкам, кто не зарегистрирован на закрепленной территории, но нуждается в образовательных услугах, будут предоставлять свободные места в течение года. Для направления ребенка в детский сад документы предоставляются в отдел учета детей, то есть Калининская администрация, 50 лет октября, 10А, в приемные часы. В связи с тем, что у нас сейчас изменения, график приема немного изменен, и родители могут прийти и понедельник, вторник, среда и четверг, то есть все во благо родителей. Напомним, встать в очередь на получение места в детском саду родители могут и самостоятельно, и через портал госуслуг. Но и в этом случае в двухнедельный срок надо принести подлинники документов в отдел учета. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Ну а завтра начнут продаваться путевки в загородные оздоровительные лагеря на летний период. Представители администрации города, ТОСов, активисты Калининского района и журналисты, такая делегация посетила сегодня 37-ю школу. Чем это? Учебное заведение вызвало такой интерес. Расскажем в следующем сюжете. Мы должны место для выгула собак тоже сделать, потому что, сделая одним хорошо, не должно быть плохо другим. Как будет выглядеть спортивная площадка между 17-й и 37-й школами, решает целая делегация, состоящая не только из представителей администрации города, директоров этих учебных заведений, но и жителей близлежащих домов. К примеру, некоторым жильцам не нравится шум, доносящийся с баскетбольной площадки. Просят перенести ее подальше от окон. И вот, готовя новый план по обустройству этой территории, пытаются достичь консенсуса. К примеру, было решено снести ныне существующую хоккейную коробку и установить здесь тренажеры. От хоккейной коробки, в общем-то, все поддержали жители, потому что очень мало желающих кататься вот здесь. И у нас в последующем, именно при завершении спортивной площадки, будет подготовлена более достойная хоккейная площадка. А вот в нынешних условиях мы пока ее не можем содержать, даже если заливаем, нет желающих приходить и самим чистить снег. Работы по оборудованию этой спортивной площадки еще впереди. А вот реконструкция бассейна, расположенного на территории 37-й школы, уже почти завершена. Для справки, этот бассейн с 80-го года был законсервирован из-за ошибок при строительстве. У нас глава республики очень поддерживает. Город наш помогает, много средств выделяет. Спасибо ему, конечно, большое за это. Теперь мы думаем уже с этого учебного года, начнем плавать. У нас есть третий час физкультуры. И, конечно же, этот третий час физкультуры как раз для плавания очень подходит. И, конечно же, у нас 17-я школа, мы вместе, и детки наши будут плавать бесплатно. Посещать этот бассейн смогут и жители микрорайона, но уже на коммерческой основе. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. Шокирующие новости пришли из Батревского района. В местном лесу найдено тело убитой 15-летней девушки. Как стало известно, сегодня утром по горячим следам задержан подозреваемый. Четверг, 2 апреля, около 16 часов, на окраине села Большое Чеменево Батревского района в лесопосадке обнаружено тело 15-летней девушки с ножевыми ранениями. Вечером 2 апреля по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в убийстве сельчанки. Им оказался ее 19-летний знакомый, житель села Шегердана Батревского района. По предварительным данным, в тот день между ними произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов ножом по различным частям тела потерпевшей, от которых та скончалась на месте происшествия. После этого он решил сокрыть тело убитой в лесопосадке на окраине села Большое Чеменево Батревского района. И в этот момент мимо по находящейся поблизости автодороги на своем автомобиле проезжал водитель, который сообщил об увиденном в правоохранительные органы. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены сумка и предметы одежды, которые предположительно принадлежали убитой. Также изъяты ряд предметов одежды самого, задержанного со следами свидетельствующими о его причастности к совершенному преступлению. Сейчас ведется следствие. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Наведались без стука столичные чиновники и представители народного контроля проверили работу чебоксарских кафе. В рейд они отправились за полночь, причем предприниматели об этом заранее не предупреждали. В поле зрения представителей власти попали адреса, где по жалобам жители чаще всего нарушают законодательство. Этот рейд инициировали после недавней встречи главы администрации Чебоксара с горожанами. По злачным местам отправились и мои коллеги. Уже у парадного входа в это кафе перед народными контролерами открывается неприятная картина. На полу горы мусора и окурки, стены исписаны фразами, которые в эфире произносить не принято. Местные жители давно жалуются на работу этой точки. Частые драки, громкая музыка и невыносимая вонь в коридоре – все это люди терпят уже не первый год. Постоянные клиенты не стесняются ни проверяющих, ни журналистов. Даже во время съемки они продолжают распивать алкоголь. И вот мы сейчас видим, как здесь начинаются какие-то разборки. Здесь много молодежи, которые, в общем-то, именно ночью употребляют алкоголь. Мы спросили продавщиц, которые, в общем-то, торгуют. Они говорят, в два-три ночи приходят. Нормальные люди, естественно, возмущаются. А для алкоголиков это просто удобно. Он вышел из подъезда, зашел в ночное заведение, где можешь выпить. Руководители кафе решают наказать строго. Депутаты будут требовать приостановить его работу. Но в Новоюжном районе столицы действует множество подобных точек. Яркие вывески далеко не всегда говорят о том, что внутри клиентов обслужат по высшему разряду. Во время рейда вопросы у проверяющих возникли. И к качеству блюд. Правила зачастую нарушают и бармены. Реализовывать алкоголь в закрытых бутылках запрещено. Распивать его посетители могут только в кафе. Но такой культуры придерживаются далеко не все. В итоге от этого страдают жильцы домов, где располагаются питейные места. Если же у нас магазины продовольственно выполняют закон, после 11 они строго не продают даже пиво. Значит, любой человек может прийти в кафе купить. И все, что хочешь делать ночью, так не положено. Поэтому сейчас нанесли изменение, что надо все алкогольные изделия употреблять на месте. То есть открывают пиво, человек садится, пьет и уходят. А зачастую бывает совсем наоборот. Люди набирают здесь как в магазине, уносят, либо на улице распивают, либо где-то в подъездах. Руководителей кафе в администрации города призывают думать не только о заработке, но и о последствиях такого бизнеса. Столичные власти даже готовы предложить Министерству экономического развития составить черный список злачных мест и лишить их права продавать алкоголь. Должны быть закуски, должен быть хороший алкоголь во всяком случае. И если нет такого порядка здесь, это не бизнес. Это просто спаивание. Наших людей. Есть для наших бизнесменов выбор. Или они перепрофилируются, значит, вот эти пятиные заведения организовывают, например, парикмахерские, кафе, могут они магазины для реализации игрушек, например. Я думаю, что то, что закрытие таких пятиных заведений, для них это не будет помехой. Тем, кто нарушает покой горожан, столичной администрации и спокойной жизни не обещают. Народный контроль продолжит проверять работу кафе, на которую поступают частые жалобы. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В Министерстве физической культуры и спорта Чувашия подвели итоги прошлого года. На заседании коллегии наградили лучшие районы и организации в области развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. В число отличившихся вошла и национальная телерадиокомпания Чувашия. В прошлом году Чувашия приняла более 50 соревнований всероссийского масштаба, международные соревнования по женской вольной борьбе и, конечно же, форум «Россия – спортивная держава». Все это принесло положительные результаты. Сегодня систематически занимаются физической культурой и спортом около 40% жителей Чувашии. Однако самые крупные города – Чебоксары и Новочебоксарск – находятся далеко не в лидерах. Пока их показатели, они все-таки отстают даже от среднереспубликанских. Здесь есть над чем работать, хотя я должен сказать, что за последние два года очень значительная работа проведена в городе Чебоксары и серьезные подвижки в этом направлении есть. И понятно, что, конечно, в один год невозможно совершить то, на что требуется более длительное время. Тем не менее, региона более чем достаточно. К тому же сейчас и по инвестиционным программам мы основные все ресурсы направляем именно на инфраструктуру города Чебоксары. Похвастаться своими успехами в области развития физической культуры и спорта могут представители и Бресинского, Батаревского, и более всех Канажского районов. Их спортивные залы, хоккейные площадки и другие сооружения пустуют довольно редко. Хочу сказать, что в последнее время действительно очень люди много хотят заниматься физкультурой спорта. Очень хорошая база. У нас построена, в прошлом году введена центр единоборств, значит, Олимп, назвали мы его, теряя Караклы. Не только село Караклы занимается, ближайшие занимаются, тоже, значит, приходят. Для нас это очень значимый результат. Немалую роль в привлечении населения к спортивному образу жизни играют средства массовой информации. Наша телерадиокомпания не исключение. Подтверждение тому – победа в номинации «Лучшее информационное освещение спортивного события в электронных СМИ». Работа в этой области будет продолжаться и дальше. Ведь текущий год не менее насыщен спортивными событиями. Командный чемпионат Европы, продолжение внедрения комплекса ГТО и ожидание новых побед воспитанников спортшкол Чувашии. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин